Ребят, ну поспешили мы вчера радоваться, потому что пришла статистика сегодня. Притом, я же говорю, что статистика, она плавает вверх-вниз, там где-то анализы не дошли и так далее. Сегодня новость крайне печальная. 771 выявленный новый заболевший в нашей стране. Я еще раз добавляю, выявленный, потому что по факту их в разы-вразы больше, потому что вирус идет с отставанием в 10-14 дней. Многие, кто сегодня находится среди нас, к сожалению, еще пока не подразумевают, что они болеют. Итак, 33% сегодня составила скорость развития коронавируса в нашей стране. Такими темпами через 10 дней нас всех забросает, и мы будем сплошь и рядом, наши знакомые будут больны коронавирусом. Если мы это не остановим, 33% в сутки, к сожалению, это огромная динамика. Пока умерло 6 человек, но я бы не спешил радоваться этим цифрам и ставить там большой плюс нашей медицине. И просто зараженные становятся только сейчас, и разумеется, что человек пока попадает в больницу, ну, умирает не в один день. Ну и плюс еще пока слишком много свободных аппаратов, искусственного дыхания там и так далее, и так далее. Вот когда нас завалит, вот тогда показатель смертности может оказаться очень большим. Итак, сегодня за сутки умерло 6 человек, показатель смертности пока у нас 0,88. Но, к сожалению, я думаю, эта цифра, я имею в виду процент от заболевших, будет серьезно расти. Что творится в мире? Плюс 9% за истекшие сутки. Вчера было 7%, и это, конечно, очень плохо. То есть получается, что динамика достаточно высока, и она не сбавляется. 66 тысяч новых случаев заражения. Количество умерших 4930 человек. Я еще раз говорю о том, что сегодня, как кто-то говорит, что это несерьезно, 4900 человек за сутки, 4930. Ни от одной болезни в мире столько людей, я имею в виду от вируса, ни от одного вируса, ни от ТИФа, ни от СПИДа, столько людей в мире не погибает за сутки. И эта цифра продолжает разгоняться. Это у нас больше, чем вчера, на 11,6%. Сутки ранее у нас был 10% рост. К сожалению, вчера 4,3% было, сегодня уже 4930. На 600 человек, и эта цифра выросла на 11%. В Америке перевалило за 200 тысяч, 215 тысяч заболевших, 3% скорость роста. Вот заметьте, меры карантина в Америке, конечно, их уже подзакидало, но рост у них сегодня 3%, а в России 33%. Да, у нас очень маленькие цифры, но такими темпами через несколько дней мы обгоним и перегоним Америку. Вот те наши большие желания, только, к сожалению, наверное, не в том. Мы ее обгоним и перегоним, как хотелось бы. 399 смертных случаев за сутки, это 9% в Америке, столько же, сколько вчера. Италия. Италия 4,73% рост новых заболевших, 5000 новых случаев. Это, конечно, для маленькой Италии очень много, но статистика 5%. Но опять, мы видим эти 4-5% уже несколько дней в Италии, и в статистику 3-2-1, как в Китае это получилось, где коммунистическая партия сказала, сидеть всем дома, и все быстро по норам пошли. Не получается. Сука сводолюбимые, итальянцы. Вот даже при всех мерах карантина, которые сегодня есть, к сожалению, в Италии почти 5% за сутки. Ну и, конечно, продолжает быть огромная смертность в Италии, которая, я надеюсь, в ближайшие дни снизится, потому что людей стало меньше дорожаться. 727 человек сегодня умерло от коронавируса в Италии. В Испании сегодня более-менее позитивно. Всего 2% на рост, 1939 человек, хотя у них уже 104 тысячи заболевших, чтобы вы понимали. И 256 человек умерло. Это плюс 3% к большому количеству, почти 10 с чем-то тысяч погибших сегодня в Испании. Итак, господа, сегодня очень плохие новости. И прежде всего, очень плохие новости для России. Сидите, сука, дома!